Бездомный 4 года назовем Мурзик. Для кота-одиночки вполне ухоженный и упитанный. Повезло жильцами многоэтажки. В этом доме по улице Телефона неравнодушных кошачьей доли немало. Ну куда им битенок, куда им биваться? Жалко, они тоже такие животные. Ну там домики стоят для них, в подвал вход. Ну, два домика там. За домиком вход в вентиляционное отверстие. Его соорудила одна из жительниц, она же кошек и кормит. Встречаться с нами не захотелось за войны с остальными жильцами. Неоднократно люди видели, как найдут для кошек со всей округи приходят крысы. У нас женщина вот в каком-то четвертом подъезде, она говорит, я вначале подумала это кошка, а потом говорит, смотрю по хвостам-то, что это не кошка. Мы завариваем, она нанимает на свои деньги сварщика, тот приезжает с аппаратом, разваривает. Куда сложнее, объясняют в управляющих компаниях, разглядеть, например, блох, который заводится в шерсти бездомных животных. К идее Минстроя они относятся скептически, знают, как от насекомых страдают на первых этажах. У людей были маленькие дети, в колыбельке спали и просто к ним попадали блохи. Кошки, собаки являются переносчиками различных чрезвеностоногих. Приходится постоянно проводить очистку, дезинфекцию и диротизацию, в результате чего это все ляжет на плечи собственников. В этом доме только очистка подвала стоит 15 тысяч. Проводят ее, когда кошачью вонь становится невозможным терпеть даже в квартирах. Кстати, содержать и подкармливать бездомных животных в подвалах с декабря запрещает краевой закон. Человек, который подкармливает, он несет ответственность за это животное и тем самым выражает свое согласие на внесение этой ответственности. Но другой вопрос, можно ли здесь привлечь к ответственности, мне кажется, механизм отсутствует. Новый законопроект содержать животных тоже не разрешает, но рекомендует открыть доступ для ночевки и зимовки мурзиков. По новому законопроекту для кошек в продухах оставят отверстие 15 на 15 сантиметров. Среднестатистический барсик здесь, конечно, пройдет, а более крупные представители или тех, кого кормят с завидным постоянством, с новым законом останутся без крыши над головой. Пока ни один из документов, ни краевой, ни новофедеральный, не прописывает правил подкормки животных без ущерба интересов жителей. Если зоозащитникам удастся отстоять законопроект, жителям дома на телефоне, похоже, придется терпеть хвостатых соседей, ведь дом у них все-таки многоквартирный. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.